Привет друзья и добро пожаловать на канал команды Taurus Gaming Revival. У микрофона Gray Fox сегодня и я продолжаю прохождение Cyber Shadow, как вы можете видеть. Но каким-то неведомым образом я потерял звуковую дорожку к этому видео. Точнее даже не потерял, а просто я ее не записал. Я не знаю как это получилось, но у меня где-то два часа прохождения Cyber Shadow записано без звука. В итоге я решил вырезать все свои тупеньки из смерти, оставить только удачные попытки и наложить на них пост комментарий. Это займет на самом деле где-то минут 15-20 не больше, потому что за эти два часа я прошел всего лишь один уровень, а все остальное время тупил и умирал. Вот как-то так дела обстоят. Ну а после этого, когда пост комментарий закончится, я ну попробую пройти еще один уровень или хотя бы один сегмент следующего уровня записать, уже с нормальными комментариями, что называется в режиме онлайн и приклею сюда же к этому видео. Так что давайте перенесемся сразу к удачной попытке пройти этот адский уровень и там уже поговорим. Итак, погнали! Глупый, но уже натренированный Грейфокс из прошлого начинает свой победный забег по этому уровню и просто разрывает всех своими супер ударами, которые только-только появились у нашего ниндзя. Я наверное буду называть себя, говорить точнее о себе в третьем лице, потому что это действительно глупый Грейфокс из прошлого, который ничего не понимает и даже не включил запись звука, но да ладно. Будем просто наслаждаться его игрой. Но тут у него случается небольшая заминка и теряет он на ровном месте хитпоинты. Частью здесь же их можно и восстановить. Да, вот в этом сундучке есть красный бонус, который хитпоинты восстанавливает. Но не тратя времени, Грейфокс бежит дальше и здесь встречает врагов, которые попортили ему много крови в прошлом. Вы этого не увидите, к счастью или к сожалению, но эти ромбики с паяльными лампами или я не знаю, что-то такое очень доставучие. Их не так просто достать. Нужно либо серикенами, либо усиленным мечом уничтожать этих врагов. Ну тут, кстати, глупый Грейфокс убивает робота со щитом. Тоже не самый приятный был их противник. И можно двигаться дальше. Пытается взять бонус, несмотря на то, что у него вся манна на месте. Но все-таки глупый Грейфокс не такой уж глупый. Решает не развивать ящики, просто бежать дальше, потому что ни манны, ни здоровья ему, честно, не нужны. Еще одно неприятное место пройдено, серикены помогли. И я, кстати, до сих пор не вижу другого способа это место преодолеть, если бы не было манны на серикены. Ну здесь маленькие прыжки, все хорошо. И похоже глупый Грейфокс решил играть осторожно. Убивает врага позади себя, перепрыгивает, сберет бонус. И тут еще один странный враг. Интересно, хватит ли интеллекта глупому Грейфоксу, чтобы его преодолеть? Потому что, парируя выстрелы и отражая их обратно, урон нельзя нанести, он успевает закрыться щитом. Что же делать? Ага, бросать серикены. Хм, как думаете, это хорошая идея, нет? Правильный ответ? Нет, это не очень хорошая идея. Правильно было бы сделать рывок, пока щит опущен, но Грейфокс никак не может понять. Он все пытается либо серикенами закидать врага. А, нет, вот, кунай. Тоже не лучшая идея, но все же лучше, чем серикены, потому что кунай наносит несколько ударов, пока он торчит во враге. Так. Осталось всего три единички маны, к счастью здесь есть пополнение, иначе все было бы очень печально, потому что здесь вот опять робот кидает напалм. Первый серикен попадает в сундук, и остается их всего шесть. Кстати, я думаю, можно было бы пройти это место и без серикенов, просто запрыгнув на этот бетонный столб справа, встал на самый-самый краешек, чтобы огонь не доставал. Но глупый Грейфокс из прошлого, как видите, осторожничает. Так, последний сюрикен остался, но все-таки робот повержен. Платформы! И еще более подлый робот со щитом. Подлость его заключается в том, что он не только стреляет кружочками этими светящимися, закрывается щитом, но и выпускает над собой защитников, эти самые ромбики с паяльными лампами. Вот, Грейфокс один уничтожил, и снова три снова появились. Опять же, интеллекта не хватает на то, чтобы сделать рывок, пока щит опущен. Но зато он пытается сделать рывок через ромбики, и это ни к чему хорошему не приводит. Ну, во всяком случае, робот уничтожен, но хитпоинты потеряны. Но здесь есть сейвы, да, это было опасно. Было бы смешно, если бы он сейчас улетел туда, вот в яму. Так, тут можно закупиться, восстановить себе здоровье, восстановить себе дух, так что первый сегмент уровня пройден. На самом деле, если я правильно помню, больше всего попыток было потрачено именно на этот первый сегмент. Тут, кстати, вот восполнитель духа куплен, но спойлер, он никак не будет использоваться, потому что глупый Грейфокс слишком глупый. Он не понимает, что можно теперь не стесняться кидать сюрикены, и они все равно восстановятся. Он все еще будет пытаться рассчитывать на заряженный меч. Кажется, этот сегмент попроще, чем предыдущий. Нужно просто осторожно уничтожать препятствия и осторожно прыгать по платформам. А Грейфокс как раз-таки своей осторожностью и славится. Еще один робот, но убить его будет не так-то сложно. Платформа подъезжает почти вплотную, и можно вот отражать его собственные атаки. Подлая зеленая голова прилетела, но ничего ей не удалось. Тут прям такое заграждение было из трех ромбиков, но осталось их уже два. Опять же, Грейфокс из прошлого осторожничает, не хочет прыгать вперед. Остался один ромбик, но что же делать? Он находится ниже, чем можно достать. Хммм, Грейфокс задумался и решил все-таки прыгнуть на нижнюю платформу. Вернулся на верхнюю, прыгнул на нижнюю. Все-таки достиг своей цели, расчистил себе дорогу. Осторожно, аккуратно, потеряв хитпоинты, но не упал в яму, по крайней мере. Опять заграждение. И что же, будет рывок? Нет, просто двойной прыжок. Боится, боится, глупый Грейфокс, делать рывки в воздухе. А еще у него плохо спамят, и он решил проверить, не пропустил ли какой-нибудь подвиг. А следующий подвиг, это краску не повреди, как раз таки. Подвиг на мотоцикле, который должен быть совершен, но мотоцикла что-то нет и в помине. Грейфокс, наверное, задумался. Хм, а где же мотоцикл? Не пропустил ли я его? Так, впереди шипы, платформы, эти вот ромбики и кидающийся бомбами робот. Выглядит препятствие внушительно, но пройти его не так-то сложно. Да, вот, точнее, не сюрикен, а кунай, который наносит много повреждений, помогает его преодолеть. Опять, опять осторожничает Грейфокс. Убивает всех противников, только потом прыгает. Спидранер, из него не получится, увы. Думает, стоит ли разбить этот ящик? Хм, наверное, все-таки не стоит, там вроде далеко прыгать надо. Еще какая-то пакость там летает. Возвращается, да-да, возвращается эта пакость, получает кунай в лоб, если у нее есть лоб. Иии, да-да, придется совладать со своим страхом и прыгнуть рывком. Ну, было не так-то и плохо. Сперва был двойной прыжок и только потом рывок, который позволил улечествовать и робота. Но тут вот дверь плюется пулями, но это ей не помогает. Итого, Грейфокс проходит этот участок с первой попытки. Хотя на прошлый участок уровня потратил попыток 50, наверное. А вот он мотоцикл, да неужели? Грейфокс задумался, стоит ли идти дальше. Тут же как бы подвиг надо выполнять, страшно как-то. А записано уже полтора часа видео. А тут стена какая-то не пускает дальше. Что же делать-то? Интересно. Моя способность функционировать в настоящее время сильно ограничена. Но все равно приятно увидеть живое существо. Если хочешь воспользоваться определенной мне целью, сними подавитель программного обеспечения на подземном терминале. Говорящий мотоцикл попался, но не заводится. Нужно идти снимать ограничения. Запись Е-54. Экзо-результат почти идеального переноса. В сущности, из живого человека в машинный носитель. Наконец-то успешный эксперимент. Позволит ли мне это спасти мою дочь? Очередные дневники доктора Прогена. Которые мне приходится озвучивать сейчас за кадром. Запись Е-56. У Экзо есть аварийный запас для недолгого самостоятельного движения. Но это может привести к резкому тотальному опустошению эго. Но при наличии пилота, эти риски сводятся к минимуму. Запись Е-55. Чтобы справиться с утечкой сущности, Экзо использует энергию лишь в режиме ожидания. В остальном, его питает пилот, служащий для Экзо живой батареей. В результате, сущность Экзо остается в равновесии. Звучит как-то не очень безопасно, но Грейфоксу все равно придется на этом ехать. Глашатай вызвался протестировать. Запись Е-65. С Экзо произошел инцидент. Он перестал слушаться команды Глашатая. Я сделал на всякий случай подавитель программного обеспечения. Запись Е-67. Экзо заупрямился и отказался сотрудничать. Я пока что убрал его подальше. Такой вот упрямый железный конь. Ну и опять же, наше любимое киберпространство. Делайте ваши ставки, пройдет ли Грейфокс его с первой попытки. Тут какие-то невидимые не полы, точнее не стены, а полы появились. Да и стены тоже. Но в целом, все то же самое, что было и в других уровнях с киберпространством. Хотя вот, довольно-таки опасный момент. Надо прыгать на внешнюю стену. Выманивать оттуда роботозащитника. Здесь тоже было немного опасно, остался один робот. Но у Фокса закончилась энергия. Вот это плохо. Вроде бы врагов не осталось. Что же это за сияющая штука? Фокс, который давно не играл, забыл, что эту штуку надо уничтожить. Он же так уже делал в других уровнях. Ой-ой-ой, вот это засада. Появляются какие-то системы безопасности. И не получается контратаковать. Слишком они неудобно расположены. Грейфокс пытается, пытается что-то там сделать. И добивается своей цели. Осталась только одна стреляющая точка. И в принципе ее можно просто мечом добить. А, но внезапно, внезапно оказывается, что это еще не все. Последняя линия обороны этой компьютерной системы начинает стрелять просто неистово. И да, Грейфокс все-таки на последнем издыхании уничтожает ее. Одна единичка здоровья, одна единичка манны осталась. Но можно просто вернуться и все это дело пополнить. Грейфокс же не настолько глупый, чтобы умереть по пути. Нет, он настолько глупый, что собирается сесть на мотоцикл, не сохранившись. Подавитель ПО деактивирован. Ура, теперь я могу двигаться, говорит мотоцикл. Грейфокс, наверное, схватился за сердце в этот момент. А, нет, он все еще жив и продолжает. Прости, центр речи заржавели. Я так давно ни с кем не разговаривал. Так что, в общем, садись, если хочешь прокатиться. Да, такой вот веселый мотоцикл. Так, Грейфокс все-таки сохранился, но манну восполнить уже не может. Спойлер, манна ему не понадобится, потому что мотоцикл ее не использует. Пришло время выполнить подвиг. Не поцарапать краску на этом чудесном мотоцикле. И, честно скажу, это заняло много попыток. Но вы увидите только самую последнюю. Мотоцикл управляется довольно странно. Ну, в принципе, как и ниндзя управляется. Он может останавливаться, может прыгать. Единственное, чего он не может, так это ехать назад. Только вперед. Можно заряжать атаку. Можно стрелять одиночными выстрелами, типа как из пулемета. В некоторых местах этой трассы можно проехать либо по верху, либо по низу. На ваш выбор. И обычно Грейфокс проезжал по верху, но в этой попытке проехал как раз по низу. Первый участок пройден и начинается что-то похожее на уровень на мотоциклах из Battle Tots and Double Dragon, но в 2D. Если кто-то помнит эту игру для Дэнди. Где нужно было в такой изометрической перспективе ехать. Здесь вот и сзади прилетают враги, и впереди появляются какие-то препятствия, которые можно перепрыгивать или уничтожать, или уничтожать, а потом перепрыгивать. Рыбки, которые летят волнами. И вот сложный момент. Препятствия прям под носом. Но Грейфокс перепрыгивает. Не такой уж он и глупый. Ну, может и такой уж и глупый, но все-таки реакции ему не занимать. Плохо, что стрелять назад нельзя с этой адской машины. Но удается все-таки проехать под руками и всех уничтожить. И, собственно, это конец. Не так уж и сложно было. Упс, кажется, нас преследуют. Пора ускориться. Полная мощность, вперед. И за это дает, собственно, подвиг. Управлять дальше не нужно. Можно просто расслабиться и откинуться на спинку своей табуретки. В последний момент мотоцикл превращается в какого-то робота. Что довольно странно. Возможно, мы его еще увидим в будущем. Ну, а Грейфокс побежал искать место для сохранения. Потому что, да. Эта игра не дала сохраниться после такой стрессовой поездки. И где же, где же запрятано это сохранение? Пока что тут дают здоровье и манну, но сохраниться не позволяют. Вполне возможно, куда-то Грейфокс полез, ищет там секретки. Но секрет так почему-то не находит. Хватит той секретки с роботами танцующими, которую он нашел в прошлом уровне или в позапрошлом уровне. Так. Где же сейвилка? Где она? Где она? Где она? Грейфокс паникует. Не будет ли сейчас еще какой-нибудь подставы типа босса? Как вы думаете, будет она или не будет? Сейвиться не дают. На всякий случай проверяет подвиги. И о ужас! Он не может найти список подвигов. Это действительно ужас. Так. Где? 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 Список. Вот. Краску не подцарапай. Выполнено. И о ужас! Следующее. Победит десантный корабль за 30 секунд. А это значит, что будет бой с боссом. В ближайшее время его нужно пройти за 30 секунд. И тут спасение. Вот он сейв. Глупый Грейфокс из прошлого сохраняется и наконец-то может вздохнуть с облегчением. А я умный Грейфокс из настоящего. Теперь принимаю у него эстафету и буду проходить следующую часть уровня. Что ж, погнали. Посмотрим, что нас ждет. Меня немного беспокоит возможность встретиться с боссом, которого придется убивать на время. Ну да ладно. Как-нибудь переживем. Так. Пока что главная проблема в том, что надо понять, куда вообще идти. Ненавижу такие уровни. Запутанные. Нет. Ну сюда вроде некуда идти. Здесь же тоже некуда. Некуда. Тут какой-то вентилятор есть. А, стоп. Я пришел уже оттуда, да? Я могу разбить вентилятор, видимо. Да, видимо. Видимо это вот так вот делается. Хорошо. А то я чуть не ушел обратно к началу уровня. О, враги из самого начала игры. Давненько не виделись с этими краба-робами. Так, так, так. Все горит. Все разрушено. Ну, 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 цепись же. Фе! О! Как? Как? Ладно. Тут, кстати, меня не восполняют ничего. А я не включу автоматический ремант. Жадность к добру не приводит. Я не могу понять, можно ли, отцепившись от стены, сделать прыжок. Вот такой вот. Но, видимо, нельзя. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Аккуратно. Так, или все-таки сюда. Энергия. Энергия-то хорошо, но тут тупик. Да что ты... Да что ты... Вниз можно упасть? Ой-ёй-ёй. Да, можно. Засада тут была, правда, но ничего страшного. А там что? Ну, что там? Там что-то висит, какой-то бонус. Возможно, мне туда и нужно, но сперва... Ой, что это было? Что это было? Что это взорвалось, а? Ты... Не в ту сторону кунайкину, ну блин. Ой. Ой. Оно бьется. Внезапно. Внезапно. Сразу видно, когда я не вырезаю свои неудачные попытки, что происходит. Но, как бы, времени не так уж много осталось. Поэтому... Хочется пройти... Пройти хотя бы что-нибудь. И я надеюсь, в этот раз комментарии запишутся нормально. Так. Осторожно. Да ну... Боже мой! Что происходит? Вот так вот это делается просто. Вот это дверь плюющаяся. Надо сперва разобраться с наглым роботом, потому же с ней. А, все, энергия кончилась. Как плохо. Дайте мне энергии, пожалуйста. Может быть, здесь она будет, а здесь здоровье. Ну, здоровье тоже хорошо, но... Вот энергия. Оу. Это же мой робот-мотоцикл. Что с ним делать надо. Надеюсь, не драться. Привет, бро. Сохраняемся. Что ты мне расскажешь? Беспилотирующего меня пилота, я далеко не уеду. Хорошо, что ты нашел меня. А? Залезай. Куда залезать? Еще один уровень на мотоцикле. А! О! Хо-хо-хо-хо! Так. Не заряжается ничего. Двойных прыжков нет. Сохраняться можно. Ой, что тут творится? Мне, надеюсь, не надо думать о том, чтобы краску не поцарапать. Или что-нибудь в таком духе. Машина смерти просто всех разносит. Такое ощущение, что это просто по приколу сделанную часть уровня. Чтобы вы могли побегать и понаслаждаться тем, как робот всех разрушает. После страданий с этим ниндзя-инвалидом на протяжении уже, не знаю, скольки часов. Так, полечимся. Хорошо, но что дальше? Путь ведет дальше вниз. Не переживай. Упадем. У меня ни царапинки не будет. Вперед. Или ты испугался? Хе-хе-хе. Я рад за тебя, но... Будут ли царапинки у меня? А, блин, я хотел на стену залить, но он же не может. Приближается огромный корабль. Оу, черт. Вот это, походу, и будет тот корабль, который надо убить за 30 секунд. Давай нападем на него. Где это, где это? Агрессивное поведение. Победит десантный корабль менее чем за 30 секунд. А следующее будет завершить поездку на лодке, не дав ботам коснуться палубы. Твою мать, как все сложно. Я, наверное, умру тут сейчас, но посмотрю, что он умеет вообще. А потом уже буду его убивать за 30 секунд. Ага, он улетает. Когда я трогаю его, вот эту висячую штучку снизу, он пугается и улетает. Или нет? А, он со временем просто пугается и улетает. Ну, выглядит не особо сложно. Наверное, надо разбить ему две турбины и вот этот писюн. И все будет нормально. А я могу без робота это делать вообще? Хм. Вот что я не люблю записывать в полноэкранном режиме. Так что я не вижу вообще сколько времени прошло. Ну, вроде да. Вроде я его добил за 30 секунд. Это было легко. Робот просто имба. Можно еще труп попинать. И что? Так вот, о моем духовном приводе. Пилоту может сильно навредить его использование. Сенсоры говорят, что ты долго так не выдержишь. Продержись еще немножко, ладно? Я надеюсь, у меня хитпоинт сейчас не будет отниматься, пока я бегу. Я боялся, что там было предупреждение, что, мол, он питается энергией пилота и все такое. Я думал, у меня будет отниматься либо красная, либо синяя шкала. Мой предыдущий пилот глашатой был невероятно предан главе. Но на своем пути во тьму он зашел слишком далеко. Судя по положению вещей, он все еще где-то бьется вслепую. Что ж, если он еще жив, ему нужно дать хорошенько по башке. Ладно. Я уже давал, кстати, но он убежал потом после этого. Ой-ой-ой. Меня убили, как Ахиллеса. В пятку ударили. И мне снова надо будет драться с десантным кораблем? Вы что, издеваетесь? А, нет, он тут валяется уже разбитый Турбокнопку бы сюда А то приходится надумать постоянно Все, нам все пофиг Дайте мне добежать до конца Кажется, путь впереди свободен Теперь мы можем расслабиться Да что ты говоришь? А мне нельзя вылезти? О, Глашатай, какие люди? Ха, на что мне все эти улучшения? Я могу победить вас даже не вступая в бой Ты прям как Брюсли Жаль, что ты не принял нашу сторону, Экзо Ты глупец, Глашатай Тебя ослепили твои же амбиции Я вижу лишь то, что ты не прав Желания нашей главы были ясны А ты отверг ее мудрость Если бы ты умолял вернуть тебя в клан Она бы, может, простила тебя Но я не прощу Нет, наша глава жива, клянусь Она жива и в сознании Все было не напрасно Твой новый пилот просто обманул и тебя, и главу Тень, я покончу с твоим жалким существованием Заодно и содержимостью главы Ха, после всей резни У тебя хватает наглости врать подобным образом? Если бы глава была жива, она бы тебя сама остановила Давай, Тень, настал момент для хорошей драки Молчать хватит слов Прощай Как жестоко Но ты как бы забыл, что... Я не понял И каким чудом тогда наш героический ниндзя должен выжить после такого? Боже мой, да что происходит-то? Какая редкость! Давно уже ни одному путнику не удавалось избежать нас Ты хитрый маленький лисенок И должно быть такой же вкусный Ты пришел сюда в поисках силы, правда же? Что ж, он ее не найдет, если не сможет справиться со мной А значит пора как следует подраться Готовься к смерти Это какого черта происходит вообще? Прости, я просто развлекаюсь, подшучиваю над тобой Давненько мне не приходилось вступать в славный бой Просто это первым делом пришло мне в голову Это экзо что ли? В человеческой форме? А вот этот другой Его цель ясна Я чувствую ее Он мог найти нас Только если почувствовал поток сущности Должно быть, он услышал дракона Какого? Может он и быстр, но среди нас он бы и дня не продержался Зачем было приводить к нам такого слабака? Это стало быть Глашатой, то Экзо и Глава Воспоминания очередные Я готов служить вам и дракону, и завершить круг Он пойдет с нами Это приказ Его обучение начнется немедленно Гио, ты знаешь, что надо делать? Это значит мне больше не надо будет драйвить полы? Ну, наконец-то! Стало быть, это Гио, это не я Меня не показывают Потому что все от первого лица здесь И каким чудом он опять выжил, господи боже Глашатый мог бы прибить меня тогда нормально А то отрубил голову роботу И надеялся, что меня убьет взрывом Но меня почему-то не убило Ладно Куда мне теперь? Я могу залезть сюда Нет, больше секреты мне не попадаются Стало быть, направо И здесь сразу сейв И на этом можно тогда и закончить Такие вот приключения с мотоциклом С роботом И если поездка на мотоцикле Это действительно было такое Достаточно тяжелое испытание То робот это чисто Такое ощущение, что это было вставлено Разработчиками чисто по приколу Для расслабона игрока Чтобы он побегал, всех поубивал И просто повосхищался своей мощью Вот и все Но с ним покончено С этим нашим роботом Мотоциклом Дальше придется на своих двоих И... Увидимся в следующей серии тогда Субтитры создавал DimaTorzok